Все есть сатсанг Для чего мы на самом деле здесь? Хороший вопрос Для чего мы здесь на самом деле? Никто не знает Никому нет дела Если вы подумаете об этом То заметите, что вы находитесь здесь с какой-то целью Пока вы думаете, что вы здесь с какой-то целью Если речь идет о самореализации То никуда не попадете У самореализации нет никакой цели Любая цель, любая концепция портит ее Любая предвзятая идея Все, что знаете, портит ее Приходя сюда, вам нечего получить Пока вы стремитесь к какому-то роду выгоде Будет происходить прямо противоположное Когда вы осознаете, что все, чего вы хотите, у вас уже есть Тогда внутри вас что-то начнет сиять Но пока вы считаете, что вам нужно что-то И вы должны что-то приобрести У вас всегда будет происходить борьба Люди говорят, что самоисследование слишком тяжелое Я не могу этого понять Потому что это самое легкое, о чем я могу помыслить Но все же для некоторых оно слишком тяжелое Так они говорят Во всех книгах написано, что самоисследование для зрелых душ Это значит, оно для людей, которые прошли через все учения в прошлых жизнях Пранаяму, йогу, многое другое Они все это пережили раньше И теперь самоисследование приходит к ним легко Но некоторые люди говорят Такое впечатление, что я ничего не получаю от самоисследования У меня к ним такой вопрос Почему тогда вы привязываетесь к этому пути? Если вас тянет к этому пути Это означает, что вы готовы к нему Но я все равно получаю этот вопрос Иногда у меня нет настроения практиковать Иногда, когда я практикую, то не чувствую себя хорошо Могу ли я что-то сделать вначале Чтобы появилось настроение практиковать? Ответ – да Если вы хотите, то перед практикой самоисследования Можете помолиться своему любимому Богу Кем бы он ни был Когда у вас появится преданность Вы также захотите практиковать самоисследование Что вы можете сделать перед самоисследованием? Давайте посмотрим Вы можете сказать Есть одна жизнь Эта жизнь есть сознание И эта жизнь – это все, что есть И сейчас эта жизнь – моя жизнь Подумайте об этом Есть одна жизнь Это жизнь – сознание Эта жизнь – это все, что есть И сейчас эта жизнь – моя жизнь Задайте вопрос Что это означает? Вы видите, вам не нужно практиковать самоисследование Спрашивая все время, кто я Вам совсем не обязательно так начинать Вы можете взять нечто Как мы только что сказали И исследовать его значение Вы понимаете, что есть одна жизнь И это жизнь – сознание И вы говорите Это означает, что ничего больше не существует Кроме сознания Если существует только сознание Откуда появляется любовь Гармония Покой Радость Или блаженство Вы думаете об этом Затем приходит ответ Должно быть все это синонимы сознания Иначе говоря, сознание Это еще один термин Блаженство Любви Радости Или покоя Если у вас есть сознание У вас есть все остальное И если это все, что есть Оно должно быть мной и сейчас Не завтра Не на следующий день или неделю А прямо сейчас Я должен быть этим сознанием И сознание должно быть вездесущим Присутствовать везде одновременно Больше ничего нет Это означает, что у меня нет проблем Нет ничего неправильного Все хорошо Потому что нет другого места Откуда бы оно могло приходить Разве вы не видите? Нет места Откуда бы могли приходить проблемы Нет места для дисгармонии Нет места для зла Но тогда что-то внутри вас говорит Оно существует Посмотри на человеческую Несправедливость Несправедливость друг к другу Посмотри на то, что происходит в мире Бездомные, голодающие дети В Афиопии и так далее Дисгармония действительно существует Но если рассмотреть это правильным образом Возникнет вопрос Да, но для кого это существует? Это означает, что вы не пытаетесь Игнорировать эти вещи Вы исходите из другого Вы видите мир по-другому Вы начинаете осознавать, что вы Истинный Я Всего Слово Я с заглавной буквы Не означает вас как индивидуум Когда вы переживаете Истинный Я То являетесь Истинным Я Всего Вы являетесь Вселенной Вы становитесь всем Возьмем экран и объекты Которые изображены на нем Вы начинаете понимать, что вы как экран И все в мире, хорошее и плохое Это объекты на экране Вещи никогда не затрагивают экран Неважно, какие объекты изображены Экран никогда не затрагивается Могут быть картины человеческой Несправедливости друг к другу Убийства, насильники, любовники Ипохондрики, всякие разные люди Но экран никогда не затрагивается Вы становитесь чем-то вроде экрана У вас есть огромное сострадание Огромная любовь Но вас больше не затрагивают люди Места или вещи Это не означает, что вам все равно Если вы видите, как кто-то голодает Это вы голодаете Потому что это происходит внутри вас Если кому-то больно, это вам больно Потому что это происходит внутри вас Вы видите все, как проявление вашего сознания Но внутри вас есть нечто Удерживающее вас от реакции на вещи Иногда говорят Жду не дождусь, когда я стану самореализованным Потому что мир такое дерьмо Мир ужасный Я хочу стать самореализованным Чтобы мне не нужно было иметь дело с миром Или Я бы хотел умереть, чтобы стать самореализованным И не было бы нужды иметь дело с миром Есть люди, которые на самом деле думают Что если умрут или пробудятся То покончат с миром Но, мои друзья, все как раз наоборот Вы видите, все происходит сейчас Все, что вы думаете о мире сейчас Вы будете думать о мире потом Это не меняется Точно так же, когда вы идете спать Если вы думаете о плохих вещах Которые происходят повсюду в мире Если вы проснетесь То это никуда не денется Если вы оставляете тело То просто приобретете другое И продолжите там, где остановились Или вы верите, что если пробудитесь На этом все закончится Вы не сможете пробудиться Пока сначала не почувствуете гармонию Последний шаг перед пробуждением Когда вы больше не реагируете на жизнь И начинаете испытывать гармонию Везде, при любых обстоятельствах и условиях Затем вы пробуждаетесь Но если вы чувствуете себя в смятении Сердитом, грустном И вы практикуете, чтобы пробудиться То никогда не пробудитесь Пока у вас есть такие чувства Сначала такие чувства должны уйти Вы должны привести себя в гармонию со Вселенной Вы должны примириться со всей Вселенной Начиная с царства минеравов Царства растений Царства животных И человеческого царства Вы должны развить чувство любви И сострадания ко всему К пробуждению приводит преданность Человек, который не предан жизни У которого нет сострадания и любви Не может пробудиться Это невозможно Вы сами должны развить в себе эти черты Никто не может это сделать за вас Это предпосылка к пробуждению То же можно сказать о сатсанге Люди говорят, что любят пребывать на сатсанге Потому что здесь они на некоторое время избавляются от мира Они боятся мира и обнаруживают покой на сатсанге Но я говорю вам, что где бы вы ни находились в миру Там происходит сатсанг Ваши чувства по отношению к людям Это сатсанг Ваша реакция на человека, место или какую-то вещь Это сатсанг Вся вселенная является сатсангом Не думайте, что только здесь вы пребываете на сатсанге Все является сатсангом Чтобы пробудиться, вы должны отбросить свое предвзятое отношение Все свои предубеждения Все свои концепции И стать абсолютно свободными Когда это происходит Люди приходят ко мне и говорят Я все это уже сделал И теперь переживаю пустоту Я переживаю пустоту Должно быть я самореализованный Наоборот Пока есть кто-то, кто переживает пустоту Стать самореализованным невозможно Переживающий должен уйти Никого не остается, чтобы рассказать об этом Вы должны пойти дальше За пустоту И что происходит, когда вы идете за пределы пустоты? Вы становитесь истинным Я Вы становитесь собой, как вы есть Вашим естественным истинным Я Слова не могут это объяснить Люди также считают, что когда познаешь истинный Я То становишься равнодушным У вас ко всему появляется такое отношение Мне нет никакого дела Конечно же, это ошибка Когда вы становитесь собой То становитесь любящим, добрым, умиротворенным Вы автоматически влюбляетесь во все У вас больше не беспокоит мир или что-нибудь другое Вы излучаете счастье Кажется странным, как можно быть счастливым Когда в мире происходят все эти потлые вещи Но не забывайте, что они происходят внутри вас, а не снаружи Все это ложные изображения Как картинки на экране Изображения на экране кажутся реальными, не так ли? Но если вы попробуете их схватить, что произойдет? Вы схватите экран Изображение оптической иллюзии Точно так же мир Он как оптическая иллюзия Для невеализованного человека Это не оптическая иллюзия Иначе говоря, пока вы считаете себя феноменом тела-ум Мир для вас реален Вам приходится совершать те действия, которые вы должны совершать Чтобы сделать мир лучшим местом для жизни Но когда у вас есть проблеск реализации Мир становится оптической иллюзией Точно так же, как мираж в пустыне Вы видите в пустыне воду и думаете, что она есть Но при близком рассмотрении ее нигде нет Мир тоже кажется реальным И все в нем кажется реальным Но при близком рассмотрении вы видите Что он вообще не существует Помните, что я сказал, что он существует Для оджняни, непросветленного человека Мир очень и очень реальный Поэтому не нужно ходить по всю Ну и говорить, что мир фальшивый Потому что пока вы считаете себя реальными То есть ваше тело Мир в той же мере остается реальным Но как только вы познаете, что вы не тело Что вы не ум Вы обнаружите, что так же не являетесь миром Не обманывайте себя Выполняйте свою работу в мире хорошо Помогайте, как можете Тогда, когда вы действительно станете самореализованными То узнаете, что вам нужно будет делать И снова не нужно ходить повсюду И рассказывать, что мир нереален Что это только сон Потому что пока вы не почувствуете Что ваше тело тоже сон Мир не будет сном Когда вы пробудитесь То обнаружите, что вся Вселенная Является наложением на истинный Я Как оптическая иллюзия Есть вопросы об этом Обрыв в аудиозаписи Начинается, когда ученик задает вопрос Почему мне захотелось наложить мир на себя? Вам не захотелось Вы не имеете к этому никакого отношения Просто так кажется Ну тогда наложить видимость на кажущаяся Я Все это видимость, так кажется Да, почему? Всякое бывает Я знаю, что всякое бывает Так зачем париться? Я могу сказать, что в действительности это не существует Да, вы можете так сказать Я знаю, но вы хотите понять И вы говорите Но вы же только что сказали, что он не существует Я так не говорю Но на самом деле ничего не существует Мир наложен на сознание Ради того, чтобы объяснять что-то и говорить И мы есть это сознание Мы есть это сознание То есть он наложен на нас Да, но в действительности нет В настоящей реальности Потому что в первую очередь ничего нет Верно В настоящей реальности мы бы просто молчали Но поскольку мне нужно здесь сидеть и говорить, как идиот Мы должны пробовать как-то это объяснить И вот как мы это делаем Но с моей точки зрения ничего не существует Если оно не существует Почему нам нужно этому помогать? Помогать ему чем? Почему мы делаем добрые дела? Исправлять то, что мы видим, если мы осознаем, что его нет Потому что вы не осознаете, что его нет И если бы вы действительно осознавали, что его нет Вы бы не задавали этот вопрос Это так, что страдание существует только в уме страдающего? Страдание существует в уме непросветленного человека Те, кто страдают, верят, что они страдают Но когда это чувство забирается и приходит просветление Все по-другому Если наблюдателю кажется или он представляет, что он в покое относительно чего-то страдания Это потому, что он чувствует, что человек сам сделал выбор страдать? Нет Пока вы представляете, вы всегда будете страдать Пока вы видите страдание, ваш долг помочь и делать добро для людей Помогать им выбраться из этого Это ваш долг Пока вы считаете себя человеком Но как только вы осознаете, что вы не человек Что вы сознание Все совершенно меняется Все совершенно по-другому Считать, что являешься сознанием Или знать, что являешься сознанием Быть и не считать или знать Быть Когда вы становитесь этим, это нечто совершенно иное Вы используете слова, пытаясь понять это или объяснить Но не можете Потому что ограниченное не может постичь безграничное Вы должны сами этим стать, чтобы узнать, что происходит Но между тем вы должны помогать страдающему человечеству И облегчать страдания людей, как можете Пока не перестанете волноваться за него Вроверт, вы говорите о том, что тогда правила другие Конечно Правила разные для просветленных и непросветленных Очень даже В действительности никто не страдает Но когда вы не видите реальность Происходит ужасное страдание Это так, словно опыты меняются Но правил по сути нет Все это опыт Да, можно так сказать Вы просто по-другому на это смотрите Все становится другим Когда Иисус сказал «Я верю» Я не знаю этот библейский стих Когда кто-то сказал ему что-то ужасное Он ответил «Какое отношение это имеет к тебе» Это очень высокое утверждение Простите Он сделал очень высокое утверждение Он прав Но в высшем смысле Если человек реализованный Тогда какое отношение это имеет к вам Если человек нереализованный Тогда его долг помочь и облегчить боль Конечно, есть два взгляда на это Если Иисус работал со Своим учеником Кто знает, чему он учил его Может быть, он не хотел, чтобы именно тот человек Отправился в мир и стал мирским Возможно, он хотел, чтобы тот остался ближе к Иисусу Поэтому он сказал Не беспокойся о мире Твоя работа будет со мной Чтобы привести его на этот путь Есть разные способы истолковывать речи Иисуса Роберт, вы упоминали о наших отношениях к вещам и так далее Как мы видим мир, например Является ли необходимым отбросить свои предпочтения Чтобы быть свободным Я могу привести некоторые примеры Я бы предпочел находиться в другом окружении Где больше деревьев и растений И всякое такое По нескольким причинам Да Является ли в каком-то плане необходимым Отбросить такие чувства? Вы можете изменить свое окружение Но важно отбросить свою реакцию на окружение Не имеет значения, где вы живете Но пока вы видите, что что-то не так Или что-то плохо в одном месте по сравнению с другим местом Это не дает вам окончательной самой реализации А что по поводу того, как, например, общество влияет на мое тело И то, с чем мне приходится иметь дело Это означает, что вы все еще верите, что у вас есть тело Пока вы считаете, что у вас есть тело Вам нужно заботиться о нем Тогда вы правы Но когда вы наконец-то видите, что у вас нет тела И что вы не тело и ум Тогда не имеет значения, где вы живете Это будет что-то вроде того, чтобы отпустить и позволить Богу Опять происходит следующее Когда мы больше не являемся телом Оно само по себе знает, что делать Даже лучше, чем вы можете о нем заботиться Ваше тело будет все делать правильно Независимо от того, во что вы верите Если вы перестанете ему мешать Оно будет знать, как о себе позаботиться Но если вы думаете, что должны вмешиваться Тогда вы будете выбирать места, где жить Вы будете ездить туда-сюда Покупать какие-то вещи, чтобы заботиться о себе Вы будете много чего делать, чтобы заботиться о своем теле Но когда вы осознаете, что я не тело Я естественное Я Тогда тело будет делать то, для чего оно сюда пришло Кармически ваше тело знает, что оно должно делать И вы не можете его остановить, как бы вы ни пытались Лучшее, что можно сделать, это сказать Да будет воля твоя, а не моя Перестань стараться заставить что-то случиться Все произойдет само по себе Будет ли это делание? Нужно стать недеятелем Пока вы считаете, что вы деятель, у вас есть проблемы Потому что вы всегда будете деятелем И вы всегда будете пытаться улучшить или исправить свою жизнь Но это бесполезно Но как только вы будете знать, что вы не деятель Все начнет происходить так, как должно И вы будете счастливы Это включает или исключает чувство апатии? В моем случае я нахожу себя более апатичным по отношению к таким вещам, как деньги и другое О чем я раньше заботился Иногда меня заботят, что меня уже ничего не заботит У меня апатия к миру в каком-то плане С одной стороны, это кажется прекрасным И в том же плане, вещи, которые раньше были частью моей жизни, карьеры, работы Все это просто кажется, даже не зная, где все это сейчас Это зависит от кармы вашего тела Я уверен, что вы читали историю короля Джанаки, старого индийского святого Который был самореализованным При этом он управлял королевством и много работал Ваше тело будет делать то, для чего оно сюда пришло У него нет апатии, нет сопротивления и любви к себе Если ваше тело должно стать знахарем, оно им станет Если оно должно стать медсестрой, оно ею станет Если оно не должно работать, оно не будет работать Но это не имеет к вам никакого отношения Вы будете счастливы Вы всегда будете счастливы и в блаженстве Однако ваше тело будет делать то, для чего оно сюда пришло То есть если ваше тело будет страдать, это не будет затрагивать вас Вы не будете затронуты Скажем, вы стали просветленным, а затем вас арестовали за преступления, которые вы не совершали Вы оказываетесь в тюрьме на 10 лет Это ваше тело проходит через свою карму Это не имеет к вам абсолютно никакого отношения И вы будете самым счастливым заключенным на свете Правда Это не значит, что если вы становитесь просветленным, ваше тело не будет ничего проживать Просто не будет беспокойства, поскольку вы не тело И вот это трудно понять Потому что вы говорите Я смотрю на ваше тело, я вижу его Но кто видит? Вы видите ложную интерпретацию Потому что тело не существует так, как вы думаете Поэтому мы должны перестать беспокоиться о нем И продолжать свою жизнь Роберт делает глоток чая А потом ученик вынимает пакетик чая из стакана Видите, даже это было предопределено Это может показаться странным, но все было предопределено Чем, Роберт? Чем? Да, или кем? Истинным я Истинный я занимает себя чайным пакетиком? Все это должно было случиться Каждая травинка Все предопределено Роберт, это был интересный вопрос истинного я Который спросил, является ли сознание чайным пакетиком У меня было пара друзей, которые пригласили меня на встречу с вами за прошедший месяц или два И один из вопросов, который, кажется, их беспокоил Была идея, есть ли нечто важное, что тело должно выполнить здесь Для меня это был действительно захватывающий вопрос Есть ли в глазах истинного я большие или маленькие дела? Нет, такого нет и нет цели Но кармически эти маленькие дела происходят В действительности они не существуют Но кармически кажется, что они происходят Кармически все предопределено Когда приходит реализация, все меняется Нет приходов, нет уходов Это полностью стирает карму? Это стирает все Ничего нет, чтобы иметь карму Верно Пока мы думаем, что являемся феноменом тела ум Предначертанность существует И карма существует И реинкарнация существует И Бог существует И все остальное существует Однажды вы говорили о том, как мы гордимся собой По сути, свободной волей Мы думаем об этом Но тело живет, большинство его функций Работают без нашего сознательного контроля И даже мысль о том, чтобы пошевелить своим пальцем Откуда приходит эта мысль? Кто принял решение это сделать? Мы не знаем, мы не можем придумать это И это карма Верно Все есть карма Но смотрите Трудность в том, чтобы постичь Что в действительности это не существует Это трудная часть для понимания Потому что может казаться, что я двигаю своим пальцем Но я знаю, что я не двигаю То есть ничего не возникает Ничего не возникает Есть только сознание И это все, что есть Некоторые говорят, что это отговорка Является ли феномен «Моя рука» чем-то отличным от сознания? Или это одно и то же? Все является сознанием Но кажется другим Кажется, значит, это не сознание Да Пока вы считаете, что вы тело-ум Это реально И все же это сознание Снова вернемся к экрану Вы рисуете рисунок руки на экране Для экрана это ничего не значит Но для руки это важно Эта ложка, она существует или нет? Она существует, пока вы считаете себя телом Когда вы не тело, она не существует Какова природа его существования, когда вы больше не верите, что оно существует? Я имею в виду, это видимость? Это сознание Нет, это просто слово Поясните вопрос И это отличается от этого Трогает два объекта Просветленный вы или нет? Чайная чашка, из которой вы пьете, используется, чтобы пить А это для чайного пакетика А это для Функции изображения имеют разное Ради всего святого Перестаньте смеяться Я же пытаюсь высказать какую-то точку зрения Я серьезно Так вот, как они отличаются И как они одно и то же Они кажутся разными Потому что Обрыв в аудиозаписи Если вы попробуете схватить эти вещи на экране То схватите экран То же самое происходит с теми, кто считает себя телом и умом Но как только они выходят за пределы этого Все становится другим Но прямо сейчас вы не можете это видеть Потому что контролируете тело и ум Вы увлечены телом и умом Поэтому все кажется отдельным Ваши аналогии экраны изображения на нем не отличаются? Это одно и то же Все это экран На самом деле изображения не существует Пока мы считаем себя живыми как тело Для нас все становится реальным Весь мир, вся Вселенная Я признаю, что это трудная для понимания тема Поэтому мы должны выполнять работу И сами пережить это Иначе, как я всегда говорю Вы не должны в ней верить Почему вы должны принимать то, что я говорю? Вам нужно обнаружить это для себя Иногда опыт просветления описывается как сияние, которое есть повсюду Нет отождествления с формами Нигде нет форм Все есть сознание И это воспринимается таким образом Но это не остается таким все время в течение жизни Ведь иначе не было бы возможности видеть человеческих существ перед собой Или нет? Нет, это так не работает Сознание воспринимает изображение Но оно осознает, что они нереальны Вот и все Когда вы не сознание То воспринимаете изображение И считаете, что они реальны Сознание проявляет изображение? Нет Что вызывает их появление? Они вообще не существуют Тогда что вызывает появление несуществующих изображений? Ничего Они не существуют Они никогда не существовали И никогда не будут существовать На самом деле они не появляются Роберт, вы джняни? Вы достигли реализации? Кто знает Никого не осталось, чтобы сказать А вы воспринимаете, что здесь есть эта форма? Я воспринимаю это как объект Не материальный объект Я воспринимаю это как сознание Но вижу это как объект Какая разница между состоянием обычного человеческого существа И когда не видно даже формы? Сознание видится в таком единстве, что даже нет возможности видеть стол или человека? Если бы так виделось То не было бы тела Пока у вас остается тел, вы это видите А вы не в своем теле? Это вы думаете, что я в своем теле? Я знаю, но с ними то же самое Откуда вы знаете, что они видят? Я не знаю Тогда почему вы это говорите? Потому что такое впечатление, что когда люди возвращаются после таких переживаний, они такое рассказывают Вы говорите про нирвакальпасамадхи Я не знаю, как я хочу это называть Я понимаю, что у вас есть определенный взгляд на то, что означает нирвакальпасамадхи Но я не имел в виду это Когда вы закрываете глаза и отгораживаетесь от всего Тогда вы ничего не видите Но пока вы функционируете в мире То должны видеть изображения, чтобы функционировать Иначе бы вы не были в своем теле Есть примеры людей, о которых я слышал лично Когда при таких переживаниях часть их глаз была открыта Как они выжили? Я не знаю Но я знаю, что когда они вернулись из такого опыта То воспринимали формы Нет, реализация не приходит и не уходит Тогда что это такое? Я не знаю, о чем вы говорите Если бы человек ничего не видел Он бы никогда не встал с кровати Он был бы мертвым Просто временный опыт? Люди якобы имеют этот опыт? Да, люди могут временно входить в самадхи И видеть сознание Конечно А затем возвращаются? Конечно Не умирая? С открытыми глазами? Да, такое может происходить Но это не самореализация Что это такое? Это высшее состояние сознания А что если их выход из состояния Когда они видят сияние повсюду Был тем же, что и ваш взгляд Когда они возвращаются В достаточной мере, чтобы видеть формы И это так не происходит Почему это так не происходит? Когда кто-то входит в самадхи Он теряет мир Он теряет сознание Я говорю про то, когда у них открыты глаза С открытыми или закрытыми глазами Но когда они очнутся Им придется снова переживать мир А если они стоят? Они падают Потому что они ничего не видят Они ничего не чувствуют Им нужно сесть или лечь Почему это возникает? Потому что они не видят мир Как вы сказали Они видят только сознание Потому что они не могут функционировать Они не могут ходить Они ничего не могут делать Тело становится абсолютно неподвижным Но сахаджи самадхи Это полная реализация Все время И постоянное осознавание сознания Я так полагаю, что вывод такой Что некоторые из этих людей Могут достигать самадхи Когда они выходят из него То уже вне реализации Нет такого, как быть в реализации И выйти из реализации Я говорю о самадхи Когда видишь только сияние Как сознание И вернуться в состояние Когда форма также видится Как сознание Вы говорите О высшем состоянии реализации Но не об абсолютной реализации Абсолютная реализация Когда вы видите формы Как сознание Мой вопрос в том А что если такие люди Тоже это видели Тогда они были бы Самореализованными Правильно Однако иногда Перед тем, как это возникает Все, что они видели Было светом с формами Даже формой Пока вы видите сияние И пока вы видите форму Должен быть кто-то видящий И если кто-то остается видящим Вы не самореализованы То есть если я услышал От кого-то такую историю Значит они тогда Не были полностью реализованными Именно Потому что они могут Рассказывать историю Они могут говорить о ней Однако вы тоже можете Часами рассказывать истории Конечно Потому что я разговариваю с вами Они не могут быть В таком же состоянии Но вы говорите о состоянии Которое они испытывают А не о том, что они говорят Это другое Они могут говорить с вами о чем-то Но чтобы это делать Они должны иметь возможность Видеть формы Могут ли они разговаривать с вами Когда они видят ничто Нет Конечно нет Чтобы иметь возможность Говорить с группой людей Вы должны видеть формы Вопрос в том Почему есть отличия Как они могут видеть Только сияние Потому что они годами Медитировали Вы начинаете видеть свет Все время Когда медитируете Но потом вы должны Выйти из медитации И стать обычным человеком И вместе с тем Все воспринимать как сознание И быть полностью Самореализованным Если вы полностью Самореализованы То не должны медитировать Чтобы видеть сияние Потому что вы в этом состоянии Постоянно Если вы должны медитировать Вы не самореализованы Да Но я говорю Не о самореализации Человек О котором вы говорите Не самореализованы Что значит Быть самореализованным? Как это? Быть пробужденным Это просто синонимы? Да Это быть пробужденным Пробужденным К реальности К своему истинному я Такое впечатление Что мы все В этом большом 3D кино И мы все Как бы верим в него А вы как бы говорите Что мы смотрим Просто кино И это верно Но мы все Часть сна И вы говорите Что мы верим Во все эти изображения Которые парят вокруг нас Можно сказать Что просто пойма на этим Скажем так Возьмем пример Экрана изображений Я осознаю экран 24 часа в сутки А большинство людей Осознают изображение 24 часа в сутки И это единственная разница Мы принимаем изображение За реальное Да Это и есть то О чем говорил Рамана Главное вы уже знаете Вы должны заметить его Потому что вы уже знаете Я всегда был Как он сказал Вы несомненно Знаете главное Вы никогда не сможете Потерять это После первого опыта Точно Это правильно То есть вы всегда Осознаете присутствие Истинного я Не важно Что возникает перед ним Не важно Оно не скрывает я И не забирает его внимание Так и есть Когда вы говорили с Джейм То упоминали кое-что О чем я смог подумать В том плане Что каждый раз Когда возникает сцена Есть видящие Они появляются вместе Если что-то Если что-то возникает Оно должно возникать Для кого-то Мы как бы воспринимаем это Как две отдельные вещи Но реальность видения Такова Что если есть видящий Тогда есть видение И наоборот Они возникают Как одно и то же Кто-то рассказывал историю Что у него был такой опыт Они говорят о своем Личном опыте Если кто-то что-то видит Он существует Как видящий И отождествляется с этим Да Роберт видит форму Как сознание Мой вопрос очень тонкий Само собой разумеется Что если кто-то Самореализован То как вы говорите Видит форму Как сознание Эти люди тоже Видят форму Как сознание Кто знает Как или почему Они не видят форму Как сознание Потому что это Превращается в сияние Как сознание Сияние Пустота Видение Это все Проекция ума Сознание Выше сияния Вы говорите Так будто бы Сияние Это конечное состояние Да Верно Сияние Это не конечное состояние Конечное состояние Это видение И форм Как сознание Именно Это конечное состояние Да Конечное состояние Это пребывание Самим сознанием И осознание что все это есть истинный я. И я есть то. И это то состояние, в котором вы находитесь. Кто знает? Кто знает, Боб, это отговорка. Что я могу сказать? Дайте мне прямой ответ. Я понятия не имею. Но вы осознаете, что то, кто вы есть, по сути, существует всегда? Да. Вы непрерывно осознаете только экран? 24 часа в сутки. И также изображения, которые кажутся? Я вижу изображения. Они нереальны, но являются сознанием. Я вижу вас, как экран. Ой, здорово! Вы видите правильно. Поздравляю. Спасибо. Я рад, что вы действительно меня видите. Роберт, если бы вы видели всех нас таким образом достаточно сильно, может быть, мы бы все достигли просветления? Сатсан как раз об этом. И это именно то, что должно произойти. Но вы настолько поглощены ерундой, что не отпускаете себя. Видите, пока у вас есть чувство злости, равнодушия, чувство «мне все равно», чувство обиды, разделения, это удерживает вас. Но если вы приходите сюда с открытым сердцем, тогда все эти вещи происходят немедленно. Вы видите индивидуумов? Я вижу индивидуумов, но я вижу их, как один экран. Роберт, то есть на самом деле восприятие – это иллюзия? Да, это верно. Если нет такого восприятия, нет иллюзии. Все это сознание. Все это сознание. Это правильно. Но разве иллюзия не является продуктом сознания? Иллюзия – это продукт сознания, но не само сознание. Оно возникает как сознание. Да. Это видимость. Да, но оно также является сознанием. Все является сознанием. Иллюзия никогда не существовала и никогда не будет существовать, а только будет казаться, что существует. Только сознание является реальностью. Ммм, то есть это то, как сознание, как кажется, разыгрывает себя? Да, кажется. Майя. Да, именно этим и является майя. Но сознание – это абсолютная реальность. Да, ему нравится развлекать себя. Нет. А что ему нравится? Ничего. А вам что-то нравится? Продолжайте. Всего лишь мгновение тому назад это было ясно. Теперь вы запутались. Нет. Роберт, если кто-то находится в том состоянии, о котором говорит Джей, он входит и выходит из самадхи. Вы сказали, что это был высший уровень сознания, но не полная реализация. Является ли это необходимым шагом к реализации? Все ли проходят через это? Нет. То есть можно пробудиться мгновенно? Да. Или же можно идти по пути, на котором ты входишь и выходишь? Вам вообще не нужно идти ни по какому пути. Но вы же назвали это высшим состоянием. Это состояние выше, чем обычное, конечно. Вы шли по пути? Нет. Вы пошли сразу к сути? Да. Повезло вам. Поздравляю. Спасибо. Я никогда ничего не просил. За исключением того, когда вы просили шоколадные конфеты и ответы на тесты. Видите, какие проблемы это повлекло за собой? Я знаю. Поэтому вы поехали к Рамане Махарши. Я поехал, потому что хотел посмотреть, что происходит и чем он был. И чем он был? Ничем. Это стоило того, чтобы ехать и разузнать это? Вы уже это знали? Конечно, было приятно встретить кого-то, как он. И быть ничем – это хорошо? Это чудесно. Пока вы считаете, что вы что-то, вы страдаете соответственно. Потому что вы часть мира. Но когда вы знаете, что вы не что-то, тогда нет никого, чтобы страдать. Общий разговор. Все предопределено. Поэтому вы никогда не должны реагировать. Именно ваша реакция сдерживает вас. В этом нет исключений. Так и есть, когда вы говорите, что все предопределено. Исключений нет. Все. Поэтому перестаньте жаловаться. Это предопределено нашим сознанием? Это предопределено вашим непросветлением. То есть, это является предопределенным для нас? Ведь формы нет. Для меня больше никого нет, чтобы что-то чувствовать. Но вы замечаете, как оно начинается? Конечно, да. Я все равно замечаю это. Но какое я имею к нему отношение? Роберт, если бы все было предопределено, тогда разве реакции тоже были бы предопределены? Да, были бы. Как вы можете говорить «не реагировать», если нам предначертано реагировать? Помните, какая единственная свобода у вас есть? Вы помните, что это? Пробудиться? Это единственная свобода, которая у вас есть. Не реагировать. Не реагировать. Не реагировать. Или же быть свидетелем тенденции реагировать, которые показывают реакцию. Да, это единственная свобода, которая у вас есть. Не реагировать ни на какую ситуацию. Обращаться вовнутрь. И найти истинное «я». А разве ваши реакции или не реакции не являются делом предопределенности? Да, но все равно у вас есть этот выбор. Я вижу вашу точку зрения, чтобы ни на что не реагировать. А что, если хочется потанцевать? Тогда вперед. Это не реагирование? Да, это реагирование на ваше тело-ум. Поэтому вам придется страдать от последствий. От танцевания? Вы можете там кого-то встретить, жениться и заиметь детей. А просто чувствуешь, что это прекрасная жизнь. Хорошо. Наслаждайтесь этим. Но это все равно реагирование? Так не реагируйте. Это зависит от вас. У вас есть выбор делать то, что вам нравится, насколько получается. Реагировать или не реагировать – это ваш выбор. Кто выбирающий? Вы. Иначе говоря, выбирает сознание. Все является сознанием. Смотрите, мы говорим на разных уровнях. Мы смешиваем все уровни. Все есть сознание, и никто не выбирает. И это окончательно. Но когда мы говорим о карме, тогда кажется, что вы выбираете. Сознание отождествилось телом-умом и кажется, что выбирает. Нет. Сознание не отождествляется ни с чем. Кажется, что есть осознание. Да, кажется. Кажется, что оно осознает. Сознание является самосодержащим. Чистое осознавание. И это конечное. Да, оно ничего не делает. Вы можете поговорить об абсолютном сознании и относительном сознании, чтобы прояснить? Нет, мы не можем это сделать. Потому что относительное сознание не существует. Просто термин, просто слово, чтобы попытаться подумать о том, о чем невозможно подумать. Так зачем вообще думать? Да, хорошие замечания. В этом-то вся цель – успокоить ваш ум. Чем спокойнее становится ваш ум, тем больше вы становитесь самореализованным. Это самое большее, что мы можем сделать? Да. Роберт, у джняни есть карма тела? Да, но это как электрический вентилятор. Когда вы выключаете электричество, лопасти вентилятора все еще вращаются, пока не остановятся. Так же саджняни. У них может быть тело, которое будет проходить через какие-то опыты, пока не остановятся и не будет покинут. Это все тонкие тела? А Рамана и Роберт все еще существуют как… У Раманы, как казалось, был рак. И казалось, что он исчез и ушел. Но кому казалось, что у него был рак? Правда. А джняни. То есть это пример для человека, который не является просветленным. Кто видит? Параравтха карма. Ты должен пройти свой путь, просветленный ты или нет. Так это кажется о джняни, вы правы. Но для джняни с ней покончено. Покончено. Ничего не существует. Но ради объяснения вы используете такие примеры, как электрический вентилятор. Вы выключаете его из розетки, и он еще вращается, пока не остановится. Роберт, если что-то возникает, тогда сначала я могу сделать предположение, что видящий тоже возникает, или что эго возникает, и я могу исследовать, как это. Это правильно? Да. Пока есть мир, кажется, что есть видящий, который видит это. Да. Но сначала вы должны исследовать, кто видит мир. Верно. Это и был мой вопрос. Если мир возникает, кто-то его видит. Тогда я задаю вопрос, кто его видит. У кого появляется эта видимость? Верно. Конечно. И помнить, что это действительно свобода, правильно. А забывать, значит, и опять впадать в пребывание героем, который загипнотизирован миром. Так и есть. Но мне всегда хочется напомнить, что это очень просто. Это действительно несложно. Просто обратитесь вовнутрь и задайте вопрос, кому это приходит. Другими словами, для кого появляется мир? Он появляется для меня. Держитесь за я. Я – это видимость. Отслеживайте я до завершения источника, основания. И затем вы осознаете, что я никогда не существовала. Я – нет. Извините за каламбург. Я будто бы ускользает. Трудно его держаться. Да, вы держитесь за я ментально. Иначе говоря, вы смотрите на него. Вы смотрите на я и то, как оно идет все глубже и глубже внутрь вас. Глубже и глубже в вас. Пока не настанет день, и вы не дойдете до дна, и не попадете в источник я. Источник я означает, что я никогда не был. Оно сгорает в сознании. И вы становитесь я есть. Я есть – это сознание. На самом деле можно начинать где угодно. Как только есть видимость. Точно. Все это может быть напоминанием. Что угодно может быть напоминанием. Да, но вам не нужно начинать с вопроса «Кто я?». Каждый раз, когда вы чувствуете боль любого рода, ментальную агонию, злость, сразу же ловите себя и спрашивайте, кому это приходит, кто это чувствует. Я. Кто я? Откуда появляется я? Кто чувствует боль? Не отвечайте. Просто ожидайте. Держитесь за я. Не фокусируйтесь на ответе. Фокусируйтесь на источнике. Тогда придет день, и я исчезнет. Я есть займет его место, и вы будете свободны. И на этом все. На этом все. Больше ничего нет. Просто пребывание в тишине делает так, что все случается. Пребывание в тишине – это не медитация. Мы ни на что не медитируем. Мы просто смотрим, наблюдаем. Мы бдительны. Смотрим, что происходит в уме, когда мы тихие. Медитация – это когда у вас есть что-то, на что вы медитируете. Например, Кришна, Рама, Бог или Будда. Но самоисследование – это когда вы смотрите, когда вы наблюдаете, когда вы бдительны и смотрите, что делает ваш ум. Вы хватаете все, что поднимается, говоря, кому это приходит, и отслеживаете все до конца. Ум Шанти, 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 Ум. Покой. Помните, что все, что вы воспринимаете, определено вашими самскарами, вашими прошлыми наклонностями или вашими прошлыми выдумками. Я имею в виду, когда вы смотрите на меня, у вас у всех разное мнение, разное восприятие. Это не хорошо и не плохо. Оно определяется тем, где вы находитесь. Другими словами, это все умственно. Это нереально на самом деле. Это проекции вашего собственного ума. Поэтому, когда вы видите что-то неправильное или правильное, это просто ментальное впечатление. Вы не должны ни на что реагировать, потому что все это исходит из вас. Иначе говоря, все, что вы видите, это вы сами. Если вы злитесь, или вам кто-то не нравится, или у вас в жизни что-то не так, вы просто видите проекцию себя, потому что есть только я. Поэтому вам следует развивать сознание любви и покоя. И тогда у вас будет правильная проекция и сможет происходить нечто хорошее. Тогда вы можете говорить что угодно. Все, что угодно. Конец аудиозаписи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok